сегодня работаем в таком мрачном месте мрачный билдинг с мрачными лестницами мрачным подъездом столбы бетонные даже ничем какой бетон был ну то досок остался остались следы так и оставили мрачные картины суровые лавочки из бревен сейчас мрачные столики мрачные стены опять из бетона и мрачный коридор сейчас покажу в чем заключается особенная мрачность так чудо мрачный лифт даже мрачные картинки нарисованы здесь очень мрачно что не поедешь пока не приложишь ключик потому что дом как это мрачный я считаю мрачный ну я же говорил все картины черно-белые какие-то и очень мрачные на стенах коридоры такие мрачные его мрачная квартира в черном-черном городе на черной-черной улице черный-черной квартире число зверя перерыв работа мечты короче выход вниз что ли так ну-ка-ну-ка-ну-ка-ну-ка это у нас шестой этаж ух ты вот так отсюда грохнуться и и и и и Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сократненько пролезть, ничего не задеть В таком стиле старинном, европейском Ух ты, деревья Прямо из правой стороны, по-моему, крайний Какой номер там? 642 642 642 Теперь узнать... Что вы знали? 152 643 643 157 764 157 2100 2100 2100 Какие домики здесь. Стильно, модно, молодежно. На третий этаж, что таскать. Это супер. На третий этаж. Марина, из типа какой-то пристани. И он там напротив какой-то дом причалил. Здесь даже на домах можно приплыть. Да, вот такая вот комната. Это что у нас? Душ. О, любят американцы параллельное умывание, чтобы вдвоем сразу умываться. Ух ты, класс. Туалет отделили перегородочкой. Редко так и бывает. О, еще одна ванна с параллельным умыванием. Вот сколько здесь комнат. Класс. Еще комнатка. Хорошо живут буржуи, да? О, там тоже вода. И тоже какие-то яхты причаливают. Так, и еще здесь комната. Это вот на третьем этаже только. Сразу со шкафами. И лестница вниз. Вот там Ливенкром. А? Со второго этажа в гараж. А вот здесь еще одна дверь такая. Опа! Здесь типа Бакьярд. 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 Бакьярд такой. Деревья такие. Да, шикарно тут. И вон этот плавучий домик напротив. Класс. Такая вот надпись на полу в гараже. Warning post. Tension. Slab. Bad. Not. Cute. Проход. Вообще не знаю, что это такое. Картинки нет, поэтому перевести не могу. Ведь что-то у него такой важный там, да? Везет же он и старается. Еще один круизный лайнер Мотоцикл на фоне Сан-Франциско Хочет красивую фоточку своего байка Еду опять на закате домой Сегодня получилось 7,5 часов работы Чай был 50 долларов кэшем Заплатили каждому 50 долларов Получилось где-то 220-220 с копейками Долларов сегодня Все, что больше 150, это хорошо, я считаю Если больше 200, это уже нормально Конечно, хорошо, когда 300 с лишним Ну, тоже неплохо Можно жить Сегодня Что-то расслабился И Задней ручкой Вот сзади, где лифтгейт Там ручка такая Задел другую машину Тоже грузовик Вот так чуть-чуть в зеркало сложил Но все равно Нужно как-то собраться, я не знаю Быть повнимательней А то так это Расслабишься Ну, ладно, все, еду домой День закончился А У меня все время одни и те же вопросы задают Сколько стоил билет? Как ты там проезжал через Мексику? Одно и то же Значит, билет на двоих на самолет стоил 130 тысяч Но Нужно смотреть Какая компания За какое время Если вы заказываете билет там за три месяца Это будет самая дешевая цена Там, не знаю, два раза дешевле будет Почему 130 тысяч? Это билет туда и обратно Обратно брать билет нельзя в Мексику Тебя просто не выпустят в саму Мексику Или если у тебя тур А, ну все равно тогда Если тур, у тебя все равно билет туда и обратно То есть без вариантов Дальше Местное авиалинии На какой летел? Да какая разница Там местное авиалинии Они все одинаковые Они как маршрутки там летают Вот каждые 15 минут летит самолет из Мехико в Тихуану Вот без привлечения Каждые 15 минут Поэтому Если сразу там покупать Ну, 1010 будет стоить Если за месяц покупать Ну, там за две недели он будет 7 тысяч Если покупать за месяц Он 5 тысяч будет стоить Поэтому, если заранее купить Отели Море отелей Почему у меня все время спрашивают В каком отеле Да какая разница Букинг Бронируешь Распечатываешь И отказываешься от бронирования Там есть бесплатный ответ Бронирования Только для того, чтобы показать этим пограничникам Который тебя выпускает из аэропорта Все Дальше ты идешь Просто ищешь самый дешевый отель Открываешь Google Google карты Пишешь Хотел И он тебе показывает 20, 30, 50 вариантов Выбираешь какой там тебе по вкусу Я выбирал самые дешевые Ну, не совсем самые дешевые Там были там 17, 18 долларов Но там вообще гадюшники А вот где-то там 20, 23, 25 долларов в час Ой, в час Заговорился Оговорчик попрыгнул За сутки Это уже как бы нормальная цена Это уже нормальный сервис Хорошие кровати Ну, короче, все нормально Дальше Какую машину? Да не покупал я никакую машину Я все одно и то же спрашиваю На мотоцикле я проехал Сколько стоит мотоцикл? 500-700 долларов Нормальная цена для мотоцикла Спрашивают, какая кубатура 200 кубиков 150-200 кубиков Это местные мексиканские мотоциклы Не надо дорогой Потому что его все равно отнимут Забирать дорогой мотоцикл Это долго, муторно Ты потеряешь кучу времени Потому что тебя отвезут Тебе билет уже не купят Если ты сам вернешься туда А то тебе прям покупают билеты До того города, куда ты собираешься Вот Тебя все равно в гостинице Несколько дней держат Пока там коронавирусы Все эти тесты там пока пройдут Вот Поэтому проще просто выбросить Этот мотоцикл Покупать самый дешевый Можно вообще скутер купить Машины Машины дешевле тысячи долларов Не найдешь Потом Машины это значит Ты можешь покупать их несколько Потому что Очень маленькая вероятность Что с первого раза Ты проедешь на этой машине Вот Когда введут эти новые правила Что прям сразу на границе Будут допрашивать Ну эти офицеры На страх В интервью на страх Ну кто его знает Когда это будет Так вот Я сейчас встраиваюсь Пока вроде там старые правила Чтобы знать Что сейчас Как это происходит Есть группа в Телеграме Вообще Телеграм Классная вещь Значит Первая группа Экибана жизни Экибана жизни Это Там Мой тезка тоже Валентин Он когда-то прошел Через Мексику Он там Свидетель Яговы И вот организовала Дальше она сама начала Жить Эта группа Но Там Не почитать можно Но если вот что-то писать Я например написал А меня там забанили То есть я написал Что я проехал на мотоцикле Ну ничего такого Ну Проехал на мотоцикле Может посчитали Что я наврал Или незначимо Ну короче меня по какой-то причине забанили Когда я рассказал Что я там проехал на мотоцикле В общем Читать читайте А писать там надо очень аккуратно Там какие-то неадекватные модераторы Вот Вторая группа Teach BK Teach BK Прям поиском В Телеграм пишите Teach BK Ну там по-английски Я по-английски не помню Как T-A-C-C-C БК Это БК Ну или по-русски написать Все равно Он его найдет Поиском Дальше Как искать работу Как искать жилье Как искать поручителя Поручителя искать В Фейсбуке Какой город нужен Сакраменто Например Пишешь Иммигрант из Сакраменто Хочу поручителей Пишешь там связливую Историю там свою Как тебя там притесняли Скорее всего Кто-то найдется Обычно находятся эти Пасторы там Или близкие к ним С пастором То есть Типа сердобольные На самом деле у них тоже Какой-то там корыстный интерес Например у меня там был поручитель Который говорит А приезжай-ка ко мне И поживи-ка у меня в моей гостинице Там за 100 Не помню Что-то 150 долларов в день что-ли Я говорю Да ты что охренел У меня всего 300 долларов Я конечно не поехал И он мне пишет там злобное письмо Ты не имел права ко мне не ехать Я же твой поручитель Я пожалуюсь Айс офицером тебя депортирует Короче я разбил его мечты Об еще одном клиенте Я говорю А как смысл мне у тебя жить За 150 долларов в день Если у меня на 2 дня только хватит денег Он говорит А потом что-нибудь придумаем Что придумаем-то Как что ты придумаешь-то То есть Здесь я Приехал на Сильвер-авеню И за 300 долларов Я платил 2 недели Вот первые 2 недели Я все сразу начал работать И заработал денег А там я не знаю что там То есть там люди туда приезжают Живут там сколько могут А потом у них кончаются деньги Они уезжают за этот отель Короче вам поручитель нужен только Чтобы вас спустили Когда я написал Мне там 4 человека откликнулись Зачем я согласился с этим поручителем Который Этот пастор не знаю Ну я тогда не знал конечно Вот эту схему Что они просто зарабатывают на этом Ну ладно Что с ними С поручителями Значит Как искать работу Надо Найти группу Я например Мувинг Сан-Франциско И там 2 группы А еще одна группа Мувинг Сан-Франциско и Сан-Хосе Есть такая третья еще группа Там постоянно Выкладывают вакансии Плюс сам прям пишешь Я готов там выйти на работу Все Тебе прям Они пишут в личку Все Выходишь на работу Есть просто работа Сан-Франциско Там разные работы Вот Есть Что еще там Блин поиск рулит Я думаю Никого в гугле не банили Поэтому открывайте гугл Смотрите Работа есть Сейчас Вроде как Хотя даже не сезон Все равно она есть Ну как Сейчас сезон заканчивается Ну пока слава богу Меня спрашивают А как вне сезон Откуда я знаю Я приехал Как раз в сезон Поэтому я еще не могу сказать Что там вне сезон Можно на доставке работать На доставке работать Ну там надо аккаунт покупать Аккаунт покупать 500-600 долларов Но его могут отнять в любой момент И плюс еще вам там Могут карту заблокировать И вообще Ну это такие плачевные истории Можно арендовать Арендовать стоит 50 долларов В неделю Ну так Если у тебя даже Закроют этот аккаунт Украдут твои деньги Ну максимум что ты потеряешь Недельный заработок Ну тоже конечно неприятно Но последствий будет меньше Так что лучше конечно арендовать Где арендовать Так же в Телеграме В группах Они потом сами тебе пишут То есть я вот написал Там хочу аккаунт И прям тут же Там пять человек мне написали Продаю Сдаю В аренду Что там Еще только нету Вот Как ездят Это на доставку На доставку Потому что такси не получится Такси там надо лицо твое видеть На доставке лицо твое не видят Вот Доставка приносит денег Меньше чем Мовинг То есть 200 долларов в день Это в лучшем случае Если ты прям с утра до вечера Будешь катать Но кто-то говорит что больше Ну я не верю Что там Но там конечно Ну меньше напрягаешься Но и меньше денег Там мовинг В сезон Может там 350-400 долларов в день Приносить Там такие дни Кто-то бывает Если маленькая работа То есть до обеда Например там 2-3 часа Поработал на мовинге Садиться дальше И второй вот полдня Катать на доставке То есть можно и так Ну там каждый для себя Сам смотрит Поэтому Все у меня Вот спрашивают Одни и те же вопросы Есть поиск Поиск в Телеграме Поиск в Гугле Все есть Вот все есть Вот реально все есть Куча отелей В Тихуане Билеты на любой вкус Через авиасейлс Поручители в группе Ищите Найдете Кто спрашивает Как трудно ли Да все проходят Все кто приезжает в Мексику Я не видел чтобы кто-то возвращался Все так или иначе проходят Проползают Пробегают Проезжают на велике Там через койотов Но койоты дорого берут Там они От 1000 до 2000 долларов берут Вот Я не пропагандирую Что там надо Вот это Ну проходить Но если у человека Безвыходная ситуация Люди пройдут Потому что у меня была жопа Мне нельзя было Возвращаться То есть у меня Без вариантов У меня бы не получилось Я бы разделся на трусов И через океан Проплыл бы Вот Поэтому я по любому Оказался бы в Америке Вопрос только насколько Вы хотите Ну в Америке оказаться Ну собственно и все Ладно Все Камера уже перегревается И уже темнеет Вот Надо рулить двумя руками Все Всем удачи Мира Добра Все Сегодняшний день у меня завершился И еду домой